Музыка 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 И там сейчас я снимаю, а искание учебных стипеней, сейчас я не услышаю в Бургарту. Я хотел бы, чтобы мои самосители сюда пригласить сюда, Виктор Лукьянов, проектор Министерства Университета. И что, может быть, я пригласил буду Александр Николаев, Кусорока, тоже проектор. Если хотите посидеться со мной, нет, Кусорока. Сейчас я дам проведение мероприятия Виктору Лукьянову. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, я немножко дополню. Относительно господина Шанти хочу добавить, что он является бессменным руководителем Международного университета фундаментального обучения и исполнилось уже 17 лет. Этому университету. Университет является уникальным в том плане, что он является лабораторией для новых парадигмов в мире. И особый статус, что ли, я хочу выделить господина Шанти Джессера, что он на себя возразил, так сказать, аспекты взаимодействия разных этносов. Потому что, с одной стороны, мы представляем здесь Россию, с другой стороны, мы представляем Оксовскую образовательную сеть, обращаю ваше внимание, и третье, мы представляем Калифорнийский университет. И, на самом деле, санкции не распространяются на ученых, несмотря на то, что у нас программы, так сказать, идут, ну, брейковые. Я имею в виду на грани того, что может идти или не может идти. И господин Шанти Джессера, с другой стороны, сделал глобальную систему образования, а именно, бакалавр, магистры, доктора философии в различных, так сказать, номенклатурах, и впервые в мире, так сказать, грандоктора философии и в различных тоже областях. Уважаемые коллеги, мы с вами присутствуем в очень оригинальном учреждении, которое называется «Буд Майдет». Слово по себе, название тоже достаточно оригинальное. В связи с этим, мне и хотелось бы сделать несколько пояснений. Известный французский мыслитель Рене Декарт говорил, «Объясняйте значение слов, и вы избавите мир от половины заблуждения». Ну, я не такой архимист, который объясняет эти слова, «Половину человечества». Ну, может быть, какое-то пояснение наступит. Как понимать и тратовать некоторые слова? И вот давайте обратимся к экстременным словам экстременного толкования. Что значит «буквоед» и «буквою»? «Буквоед» — формалист, бедан, придающий значение внешней стороне дела, мелочам, ущерб смысла. Я вот с таким определением принципиально не согласен. Я думаю, что само название этого учреждения «буквоед» тоже озвучит полемически. Потому что если говорить о «буквоедстве» и «буквоеде» подлинном смысле этого слова, то это очень положительное и очень нужное нам явление. Это означает вцедливость в постижении истины. Постижение во что бы то ни стало, несмотря на какие-то сложности, оскупление того, что составляет сущность того или иного дела. Вот что такое «буквоедство». «Буквоедство» — посмотрите, он тщательно обирает самые интересные книжи, самые интересные произведения, а не какие попали. Так вот, такое «буквоедство» нам нужно, больше того, а то нам не обходить. И вот с этих позиций «буквоедство», которые все самым коротким слышно этого слова, я и постараюсь подойти к книге нашего уважаемого Шенклинжа Иссыкара «Как стать режиссером». Ну, во-первых, я хотел подчеркнуть, что и книга, и фильм, который был создан «Шать личная любовь», с моей точки зрения, представляет принципиально новое и очень важное, симптоматичное явление в искусстве. Режиссер — это вовсе не какой-то профессионал в определенной области в искусстве. Это слишком узкое понимание. Режиссер — это жизненный статус. Это статус человека, организатора и творца. Режиссерами не рождаются, режиссерами становятся. И вот Шайти показал, как становиться и как стать режиссером. Конечно, необходимы определенные природные задачи. Но в первую очередь необходимы жизненный опыт. Жизненные наблюдения. Они позволяют стать в искусстве настоящим режиссером, настоящим представителем своей высокой профессии. Что касается жизненного опыта, я думаю, тут Шайти Шестакары занимать не надо. Он 12 лет уже руководил Международным университетом на металлическом учении с 2004 года Международным Высшим ученым советом. И скажу, что в этом руководстве Шайти приходится быть и сценаристом, и редактором, и режиссером, и даже звукооператором. Когда на ковре заседания возможно разведутся страсти Николас Сановича. И вот этот опыт, большой жизненный опыт и разнообразный, не позволил Шайти стать режиссером в кино и создать оригинальный фильм. Надо сказать, что сама структура книги Шайти весьма своеобразна. Я вам сказал так, здесь дается в кратком виде история мирового кино. И особенно интересно рассматривается отдельные представители и отдельные явления в киноискусстве в Соединенных Штатах Америки, России, Германию, Италию, Егентию и так далее. Шайти считает себя и по праву продолжателем определенных традиций. Традиции Пустурицы, Чаплина и Туэя-Гуэна. Это действительно так. Шайти является продолжателем. И вот это продолжение получило реальное воплощение в телевизионном фильме Шайти истинная любовь. И вот здесь тебе хотелось бы подчеркнуть один очень важный момент. Герои этого фильма люди, как сейчас говорят, с ограниченными возможностями. Руслан, это слепой музыкант и композитор, Павел, глухонемой художник, Анна, переводчица, слабослышащая. Но больше хотелось бы тебя подчеркнуть. Принципиально неверно говорить о людях, с ограниченными возможностями. У людей ограниченные физические возможности. Их духовные возможности поясними безграничны. Нет людей, с ограниченными духовными возможностями. Особенно, когда вот показано в этом фильме, это впервые показано в киноискусстве, когда все люди являются определенными физическими ограничениями по-настоящему духовные великие в союзе чувствительной помощи. Это и Павел, это и Анна, это и Руслан. Поэтому самое важное, что надо сохранять, это неприходящие в нашу духовность. Неверно говорить, что есть какие-то невременные безуховные. Нам жизнь сейчас необходима высокодуховная любовь. Мы знаем, что у нас сейчас основе цельной экране и в жизни. Дело в том, что нет любви без духовности. Дело в том, что духовность может примитивной и сожженной и так далее, и так далее. Поэтому задача искусства, это и дело и шаг стоит гнигой, воспитывать высокую духовную любовь. Высокую духовную наше чувство. И это очень важно. это вот такие произведения, как делаем шанти, они очень нужны. И мы хорошо видим, как становится, как человек становится способным создавать такие произведения. шанти, еще скажу два слова. Я думаю, что шанти «Истинная любовь» это только начало. Я думаю, поскольку я не буду не выгодить планы шанти, если скажу, что сейчас в замысле очень интересная книга, очень интересный кинфильм. Чехов и Шилан посетил Шри-Ланка. Я знаю, мы это поделись, а на самом деле великолепные картины, великолепные здания, т.д. и т.д. И что надо сказать? Чехов был увлечен трейландскими женщинами. Он никогда не видел более очаровательных женщин, трейланд. И вот еще такое еще деталь. Чехов начал писать воспоминания о трейландии. Вот произошла чехов купил мангуст. И этот мангуст съел на четыре чехова воспоминания о цивилизии. И вот как поступил Чехов. Лишь истинно почеркнулся. Вот этого мангуста назвал сволочью. Но очень любил его. И какая это удивительная, симпатичная, дорогая блеск мягуша. Мы знаем вообще, как Чехов трогательно ждут их животных, кошак и так далее. Я думаю, очень любопытный штрих поведения и жизни Чехова. Я думаю, что если такой фильм появится, Чехов цивилизий, он внесет большой вклад и в наше понимание культуры цивилизиона и понимание Антона Павловича Чехова. Растает новые грани, его поистине не черпает товар. И вот поэтому я хочу пожелать шаг дальнейших дворских истеков, самых разобранных. А теперь в отмечении я хочу приглашайте посвящение небольшое посчитать и нашим хозяевам. Муфо и Муфо вот с датних пор и сценарист и режиссер. Теперь ему с любой дано все это предварить в кино. И пусть его как Муфо будет в кино Камильфо и станет признанным ВУЗ предбежищем разных мусор, несущих мысли чувства в наше киноискусство. Ну вот вот присутствует очарование Евгения Владимировна не могу держаться. Да вы для меня прекрасная Елена прекрасная Елена. Я, к сожалению, не вовсе не боюсь. Но большое хотелось бы в жизни плена, что все, что делаем мы неизменно нас вверх легко и витянуло вниз. ой, спасибо вам очень приятно. очень приятно. Ну и вот спасение это нашим хозяевам. Нас спасают от духовных бед все сейчас известны Бог Павел. Мы тебе желаем Буквое всяческих свершений и побед. И высокие пресечения свет нам неси на радость Буквое. И примите сердечное наш прият зависть интеллекта Буквое. Слово предоставляется общественному деятелю, политику, профессору Ирине Владимировне Бабичу. Пожалуйста. Так, дорогие друзья, еще раз все здравствуйте. Приятно, что вы пришли на такую замечательную встречу с доктором Жанти. Разрешите, я от всех нас преподнесу доктору Жанти Цветет. Доктор Шанти, мне как лучше здесь или спуститься? Как вам удобнее? Ну, я ближе к вам и лучше всегда. Доктора Шанти я знаю уже много лет и знаю его как ученого, общественного деятеля, но вы знаете, вот если наверное человек талантлив, он талантлив во всем и все время вот как вот красивый бриллиант раскрывается все новыми и новыми гранями. Вот поворачиваешь этот камень, то одной гранью сверкнул, то другой и для меня честно скажу было неожиданно, но как говорю, бриллиант он всегда сверкает разными сторонами, но наверное все-таки закономерно. Когда я узнала, что доктор Шанти начал снимать фильмы, я так удивилась, думаю, ничего себе, ну какой молодец, а потом еще и книга вышла. Но знаете, что очень приятно, что это все на нашей российской земле. И я что подумала, вот у доктора Шанти раскрывается столько талантов на российской земле, а вот у Чехова какие-то там музы пришли в Шреладо Киэ на Цейлоне, а у меня сейчас такой творческий застой, я очень много езжу по миру, но вот пишу сейчас очень мало, в основном только в социальных сетях много пишу, а так мало. Вот там у меня тоже фотография есть, у меня презентация книги тоже здесь была, и я подумала, надо доктор Шанти мне ехать к вам, чтобы тоже что-нибудь такое красивое и хорошее еще написать. Доктор Шанти, это ваша первая книжка, такая, можно сказать, первая ласточка, и очень хочется пожелать, чтобы эта первая ласточка была не одинокая, нам уже раскрыли немножко секрет, что у вас уже есть задумки, так вот очень хочется, чтобы, знаете, вот как на проводах ласточки сидят одна за одной, чтобы ваши книжки вот так же у всех нас стояли на полочках. Мне приятно выступать на этом собрании, посвященной презентации книги в сайте Джей Секера «Как стать режиссером», где опубликован в том числе в конце и мой отзыв «Истинная любовь». Я внимательно просмотрел книгу, книга обзорная, своеобразная, где представлены школы «Шанти, ты живешь в России, ты наш друг, ты говоришь и думаешь по-русски. Представляете, приезжает человек из Шри-Ланка, лангевец, учится, создаёт университет и начинает думать по-русски. Однажды один большой русский по-жене, звали его Танина Гойера, наш большой друг с Еленой Бабичей, из Шанти, сказал, что это удивительный человек, пройдёт немного времени и он захочет снять кино университет. Это было в Кронштадте. Как раз Леночка Бабич, будучи там депутатом, нас пригласила и в честь великого Танина Гойера был салют. Лен, эти дни не забываем. И тогда великий Танина передал Шанти эту эстафету. Шанти, мы прочли книгу. Вам огромный привет от Бэтреса Филипповича Киркорова, также нашего общего друга, он восхищен, от наших друзей из Таджикистана, от министра культуры. Спасибо вам большое. Леват, маэстро. Все раз спасибо кто приехал в наше время и вы можете в этом показаться. Спасибо все раз рядом на ледине суда. Спасибо большое доктор Шанти. Поздравляем вас еще раз с презентацией и вашей специальной книги. Дорогие друзья, мы рады, что вы нашли время провести этот вечер с нами. А сейчас у всех есть уникальная возможность получить автограф автора на свой экземпляр книги, пожалуйста. Книги находятся на выкладке ухода в кофейне. Я думаю, что доктор Шанти с удовольствием распишется вам, напишет какое-то пожелание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok